доброе утро дорогие коллеги приветствую всех на интерстриме трейдеров утрейд тв меня зовут игорь суздальцев и мы начинаем программу торговый план за сегодня уже 23 августа 2019 года пятница пятница всегда у нас сложный торговый день поскольку часто бывают коллекционные движения пятничные то что заработали за неделю многие хотят закрыть чем начинаются они с утра и в обед и поздно вечером это непредсказуемо а самое главное иногда вообще не начинаются поэтому будьте бдительны друзья пятница но в то же время это конец рабочей недели я желаю всем ее успешно завершить и с хорошим настроением войти в уикенд ближайшие субботу воскресенье меня зовут игорь суздальцев и мы начинаем программу торговый план начнем как обычно с технического анализа затем фундаментальной и подведем итоги технический анализ коллеги биток подняли вчера снизу сегодня пытается отбиться наверх уже тину должен двинуться наверх ждем евро доллар коллеги пробил вчера сегодня пробил обновил 1 1060 интересно оксана закрылась или нет у нее лой был на 110 50 по моему вот интересно высидела ли она свысока она ждется издалека высидела ли она закрылась ли узнаем у оксаны сегодня в течение дня ну что могу сказать пока вниз пока вниз я например вообще не удивлюсь если мы обновим вот этот лой 1 1026 пока смотрит еврик вниз без сомнения фунт фунт вчера резко пробил наверх вот посмотрите вчерашняя картина фунт резко наверх еврик вниз совершенно по своей теории живет сейчас фунтик но тоже он после такого резкого пробоя наверх наверно должен откатить чуть-чуть просто расширяется торговый диапазон пока наверх я его не вижу доллар иена посмотрите пятую подряд торговую сессию в синюю деле бьется в отметку 106 64 ну слушайте ну неужели не пробьет прямо так упорно смотрите но наблюдаем наблюдаем здесь нет никакого корреляционного движения всю неделю в одной паре мало и не обновили слушать а может пробьет сегодня доллар внимательно смотрим за доллар иены а франк уже пробил друзья пробил наверх летит вверх но 9859 вчера удержался я думал вчера его заведут вниз нет удержался летит наверх и следующая цель легитимна это выкуп вот этой свечи 0 9902 это все-таки 60 50 вернее пипсов да вполне вполне покупка доллара интересно австралийца вниз пробил новозеландец она заварного зеландес решил отбиться неожиданно я уже по привычке хотел сказать все падает относительно доллара нет друзья фунты новозеландец растет доллар канадец растет но сильный уровень сопротивления 133 25 не взят уже упорно посмотрите сколько 8 торговых сессий не могут взять но когда-то пробой же должен состояться в этой ситуации понятно что нефть ведет себя на открытии wti бренд даже чуть снижается что и подталкивает доллар канадец наверх газ тоже третий день снижается кстати натуральный сегодня не день газа видимо и нефти газпром в этой ситуации в легком минусе неудивительно доллар рубль кстати говоря в этой ситуации удерживается в положительной для рубля зоне четвертый подряд день рубль у нас укрепляется в моменте 6550 но кстати рубль то может как раз и откатить на общем укреплении доллара плюс неделя положить для рубля поэтому рост доллар рубля сегодня вполне себе пятничный допускаю ну и золото золото бьется вниз пятую торговую сессию всю неделю на уровне 1496 доллара 38 центов и такое впечатление что все-таки тоже хочет пробить мне кажется сейчас малейшее укрепление доллара и все эти уровни по евро и по золоту вниз посыпятся а фондовый индекс на этой волне потихонечку карабкается наверх цель 26387 пунктов мне кажется вполне достижимо даже сегодня вот так друзья выглядит картина мира с точки зрения технического анализа фундаментальный анализ коллеги это удивительно но вообще никаких практически новостей нет ни мировых не ничто нам не подкинуло сегодня никакие идеи главная новость на мой взгляд сегодня это то что центробанк займется интернетом будет глава банка россии может лично заниматься блокировкой сайта мошенников депутаты предлагают наделить госдумы председателя цб возможностью до решения суда обращаться в роскомнадзор с требованием блокировки подозрительных финансовых сайтов ну что вам сказать это полномочия конечно усилит и получается что малейшее подозрение на финансовую пирамиду или на какие-то на какие-то скажем так незаконные действия и пожалуйста по решению председателя банка россии могут могут быть может быть этот сайт закрыт конечно это идет в рамках общего движения как вы знаете с 1 января все счета открываемый за рубежом должны быть зарегистрированы свыше 600 тысяч рублей если счет то надо показывать движение капитала и так далее вот это в рамках общего движения то есть понятно что нарушения будут естественно кто-то не пойдет может быть даже и форекс компании начнут более агрессивную рекламу их тогда просто будут без суда решением суд понятно все-таки в суде надо доказать адвокаты всегда выступают судьи это не все так просто а тут во вне судебном порядке сайт будет закрыт а там уже судитесь сколько хотите сайт уже не работает вот чем суд поэтому естественно вот это ужесточение режима работы финансовых рынков она налицо я не сомневаюсь что этот закон примут считайте что он уже есть то есть 1 января мы получим совершенно иную картину финансовых рынков чем сейчас она будет выглядеть очень просто будут управляющие компании которые и все всем будет приложено вносить средства трейдинг де-факто будет запрещен потому что думать что наши пойдут регистрироваться у зарубежных блокиров и сообщать свои свои данные об этом счете в налоговую это маловероятно такого никогда не было ну а если примут закон о неквалах до 400 тысяч рублей там по сути только голубые фишки законов еще нет это этого закона еще нет но я предполагаю что будет достаточно жестким вот то понятно тоже народ туда не побежит потому что там десятью тысячами рублями торговать голубые фишки все-таки сложновастенько поэтому это больше тема срочного рынка мелкая розница вот поэтому де-факто сейчас роль и значимость легального управления активами возрастает в разы в разы да это это новость все что сейчас происходит конечно плохая новость для мост биржи и для островных вам счетов это конечно все 1 января не перестанут существовать хотя сами этого еще не понимают и не хотят верить ищет какие-то пути на какие пути если уже представьте председателю центробанка дают право блокировки счетов финансовых компаний как это вообще такого никогда не было поднимать тему управления финансовыми рынками до такого высокого уровня что председатель банка россии этим занимался это значит они осознали какие капиталы там крутятся и хотят жестко их контролировать раз контроль у нас контроль всегда очень жесткий удушающий это значит что финансовые рынки де-факто будут не как двадцать шестом году конечно приставлены просто уничтожены в один день запрещены нет но скажем заниматься ими будут только те кто смогут организовать а легальное управление активами поэтому друзья все сейчас занимаемся юридической стороной дела рейдингом успеем на заниматься надо понять перестроить свои работы так чтобы иметь возможность легально продолжать заниматься тем чем мы занимаемся после 1 января а такие возможности есть законы кстати достаточно либеральные там есть подсуетиться там есть что поделать но все это можно сделать вполне так что вот такая новость главное ну и наверное на этом кстати и все просто потому что действительно значимых для рынка новостей больше нет удивительно тихий спокойный летний день далее коллеги макро да монету давайте спросим вчера монета по WTI показала sell sell состоялся ставим ей плюсик вот три раза на этой неделе из четырех монета была провайна и давайте спросим как она на пятницу настроена buy sell две стороны монеты опаньки смотрим sell опять sell видит монета по WTI так макроэкономика симпозиум джэксон холл продолжается в 17.00 это собрание центра руководителей центробанка всего мира в 17.00 выступает глава фрс пауэлл будьте бдительны в 20.00 общее число буровых остановок в сша от бейкер хьюз больше из значимых новостей я ничего не вижу подводим итоги итоги такие доллар с утра вознамерился немножко усилить свои позиции и продвинул на новые лаи дня и еврика и фунтика и золото кстати говоря тоже бьется вниз не так может быть радикально да о кстати я смотрю по доллар рублю тоже наращивает свое давление доллар рубль до коллеги так что доллар с утра пытается доминировать по широкому кругу финансовых инструментов поэтому стоим в нем а в долларе покупаем и смотрим а там где доллар за неделю ослабел если есть такие инструментами как всего слова срочно надо покупать поскольку пятничную корреляцию в данном случае никто не отменял и она выглядит вполне себе логично спасибо друзья всем удачи хорошего настроения все